Это, конечно же, Курская битва. Это то, что происходит уже двое суток на территории Курской области. Там, конечно, события развиваются стремительно, потому что десятки российских военнослужащих, в том числе целый ряд сотрудников ФСБ, сдались в плен бойцам ВСУ. И внутри Федеральной службы безопасности сейчас шок, потому что, когда война где-то там, по ту сторону границы, это одно. Когда война начинается у тебя на территории твоей страны, и твоих коллег-сотрудников ФСБ берут в плен, заставляют ложиться лицом в пол, увозят уже на территорию, они попадают в обменный фонд. Это, конечно, очень многих шокирует. И даже я видел, несколько сотрудников ФСБ начали писать, что не говорите, что они ФСБ, это погранслужбы, погранцы и так далее. Но здесь сразу точки над «и». Погрануправление пограничной службы относится к какому роду российских спецслужб? Минобороны, СИН, МВД, Росгвардия? Нет, это ФСБ. Поэтому, конечно же, как бы сейчас Центр общественных связей ФСБ не старался выстроить ситуацию несколько иным образом и отвлечь внимание, это действительно шок для очень многих ФСБшников. Вдруг в считанные часы сотни квадратных километров Российской Федерации оказались под контролем ВСУ. Многие телеграм-каналы со ссылкой на различные источники, здесь я могу сказать, что наши источники это подтверждают, пишут, что действительно последние две недели Валерия Герасимова, начальника главного генерального штаба вооруженных сил и человека, который руководит объединенной группировкой войск, его прямо предупреждали о том, что, возможно, прорыв и, возможно, вот нечто подобное. Но, тем не менее, Герасимов не хотел расстраивать диктатора, считал, что все идет по плану. Ну, план у них несколько непонятный всем, вот, своеобразный. Ну, видимо, наверное, это было по плану. 22 населенных пункта на сегодняшний день в России не под контролем ФСБ и Вооруженных сил Российской Федерации. Десятки сотрудников ФСБ, в том числе мобилизованные, которых обещали вообще-то не отправлять на линию боевого соприкосновения, сейчас уже в плену, их уже увезли на территорию Украины, они, очевидно, пополнили обменный фонд. Соответственно, первый вопрос, который на повестке дня стоит, суд же, это «Черный лебедь» для начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова. Именно так я решил сформулировать вопрос, он здесь и в чате, и пока там сейчас ответ «Да» – 77%, «Нет» – 23%. Также опрос проходит в телеграм-канале «ГУЛАГУ.НЕТ» и в разделе «Сообщество». Прежде чем перейду к описанию сегодняшних событий, я просто хотел такую небольшую справку огласить по поводу того списка, который выбыл из состава руководства Министерства обороны, кто-то из них отправился. На пенсию, кто-то в отставку, а кто-то в следственный изолятор. И обсудим, соответственно, перспективы Валерия Герасимова, потому что один из наших источников сказал, что, в принципе, по Герасимову вопрос уже можно считать решенным. В течение какого-то короткого промежутка времени, скорее всего, если, конечно, для него лично не случится какое-то чудо, на которое он сегодня ночью рассчитывает, рассчитывает, в том числе, на тех самых наемников, которых еще вчера они готовы были подставлять под удары Туарегов. В общем, давайте обо всем по порядку. Про Герасимова чуть позже. Пока справочно о кадровых и процессуальных решениях по руководству Министерства обороны только за 2024 год. Снят с должности Министр обороны Генерал армии Сергей Шойгу Первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов Замминистра обороны Генерал-полковник Юрий Садовенко Руководил аппаратом Минобороны Замминистра обороны Тадьяна Шевцова Руководящая финансовым обеспечением Как она руководила финансами По истории с Тимуром Ивановым Все понимают Замминистра обороны Генерал армии Николай Панков Статсекретарь Замминистра обороны Генерал армии Павел Попов Инновационные исследования Пресс-секретарь Минобороны Россияна Марковская Помощник Минобороны Министра обороны Генерал-лейтенант Александр Бураченок И директор Департамента имущественных отношений Михаил Сапунов Это только отправлены в отставку Дальше Уволены и взяты под стражу Замминистра обороны Тимур Иванов Курирующий строительство Бывший замминистра обороны Генерал армии Дмитрий Булгаков Занимался материально-техническим обеспечением Главный коптер Начальник Главного управления кадров Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов До последнего времени На протяжении почти 10 лет Руководил 8-м управлением Это шифровальное управление Главного управления генштаба Те, которые занимались защитой Государственной тайны Дальше Начальник Главного управления связи Генерал-лейтенант Вадим Шамарин Тоже стражник Начальник Главного военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин Начальник управления департамента По обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий Генеральный директор Военно-строительной компании Андрей Белков Это все под стражей Это все Генеральский продол Следственного изолятора Лефортова О чем я вам говорил Еще несколько месяцев назад В наших стримах Директор парка Патриот Вячеслав Ахмедов Заместитель начальника Главного управления Инновационного развития Генерал-майор Владимир Шестеров Список Будет продолжаться Соответственно Отставка генерала армии Валерия Герасимова Это уже не вопрос Вопрос лишь В каком из этих двух списков Попадет пока еще Начальник генерального штаба И как на это отреагирует ФСБ России При том, что десятки их коллег Уже на сегодняшний день Попали в плен Такого не было С первых Вообще Этого не было никогда в истории За все время Военных действий Спецоперации Украины Россия против Украины Начиная с 2014 года Поэтому здесь Конечно С одной стороны Очевидно Это провал Генштаба Это их задача Их зона ответственности Была защищать Границы России А с другой стороны Конечно же Это провал ФСБшников Потому что Они тоже В данном случае Не на контрразведывали И подставили Достаточно большое количество Своего личного состава Еще раз подчеркну Такого Масштабного Взятия в плен Военнослужащих ФСБшников Не было Ни с 2014 года Ни с начала Открытой фазы войны Конечно Там шок И Комментировать Про Аптия Лаудинов И как он рассказывал Как Ахмат Разминулся С ВСУ И как они смотрели Сначала в одну сторону Их обошли Взяли в окружение А потом Разложили их Из танков Я не буду Наверняка Уже вы посмотрели Но Характерна Совсем другая новость По Данным Наших источников И я видел Это тоже уже В телеграм-каналах Публиковалось Из Африки Готовится К вылету Борт Из Полка Ахмат Сотни Бывших Наемников Челука Вагнер Сейчас Выдвинулись И как Я понимаю Уже начинают Вступать В бой В Курской области И Начинают Собирать В общем Со всех сторон Всех Кого можно С боевым опытом Челука Вагнер И направлять Их туда То есть Смотрите Как развивается История Сначала Челука Вагнер Было На коне Потом Вооруженный Мятеж Где Вагнеровцы Требовали Ну Собственно Говоря Они хотели Совершить Что-то Нехорошее С Валерием Герасимовым Некоторые Из них Обещали С ним В общем Как я понимаю Совершить Насильственное Действие В возвращенной Форме Судя По тем Роликам Которые Выкладывались В Телеграм-каналах Связанных Челука Вагнер Дальше В последующем Спецоперация В ходе которой Были ликвидированы Убиты Уткин Пригожин Чекалин Полностью Все руководство Челука Вагнер Дальше Соответственно Пошел Процесс Когда Под контролем Руководства Минобороны Начали в разные Стороны Разорвать Это подразделение Кого-то Заставили Перейти В Ахмат Под контроль Кого-то В Африканский Корпус В Африке Кого-то В Минобороны Кого-то В Росгвардию Кого-то В различные Другие Прокси Мини Челука Так называемые Это все Прокси Это Не является Частными Военными Компаниями Это так или иначе Связано Напрямую С Минобороны С ФСБ С государством Но В тот В тот Самый Момент Когда У них Случились Гигантские Проблемы Когда Для них Это залет В полном Смысле Этого Слова Когда Огромное Количество Местных Жителей Эвакуируется И паблики Полны Различных Вот этих Шокирующих Видео Одно из них В нашем В разделе Видео Опубликовано Там Колонна Автомобилей Выстроилась Чтобы покинуть Те районы Где начались Боевые действия И вот Сейчас Они туда Начинают Подтягивать Так называемых Вагнеров С тем Чтобы бросить Их в бой Потому что Они понимают Что больше Им нечего Противопоставить Различным Подразделением ВСУ Интересная История Разворачивается То есть Те Кто хотели Уничтожить Чивыка Вагнер Кто их Воспринимали Как реальную Угрозу Я сейчас Говорю про Шойгу Про Герасимова Я как раз Сегодня у нас В заглавии К этому Стриму Герасимов Где Суджа Но вот Здесь Все очевидно Один Один Уже Не министр Обороны И летает По Иранам И там Какими-то Вопросами Своими Занимается Другой Пока еще В кресле И вот Теперь Самое Интересное У ФСБ Достаточно Большой Компромат На Генерала Герасимова Когда еще Он возглавлял Один Из Военных Округов Все Представляют Его таким Солдафоном Но у него Характерная Такая Внешность И думают Что он Такой Простоватый Мужичок На самом деле Он Судя по Тому Как он Смог Пересидеть Шойгу И очень Многих Других Заместителей Министра Обороны Он Он Как раз Такой Очень Хитрый Очень Продуманный И В бытность Еще Когда он Возглавлял Один Из Военных Округов Он Окружил Себя Компаниями Якорными Подрядчиками Субподрядчиками Которые Изначально Были В партнерстве Не только С ним Но и С ФСБ И Я Опрашивал Несколько Предпринимателей Которые Так или Иначе Были Связаны И С Военным Округом И В целом С Минобороны Они Рассказывали Что Те люди Которые Представляли Как Коммерсанты Валерия Герасимова Чувствовали Себя Очень Уверенно Очень Нагло Передвигались В Меховых Дорогих Шубах В зимнее Время Самые Последние Модели Внедорожников Телефоны Верту Вели Себя Наглым Образом По Целому Ряду Госзаказов Объектов Которые Они Брали Они Просто Выводили Денежные Средства И делили Их Между Герасимовым И ФСБшниками И на этом Все Заканчивалось И потом Уже Ниже Стоящим Командиром Войсковых Частей Начальником Разных Подразделений Приходилось Заниматься Поборами Со своих Солдат Офицеров С тем Чтобы Каким-то Образум Компенсировать Украденное То Что Выведено На ФСБ И В какой-то Определенный Момент Когда ФСБ И ФСО Этой Весной Провели Спецоперацию Взяли Под контроль Здание Министерства Обороны И Заменили Военную Охрану На Охрану ФСОшников И ФСБшников По сути дела Взяв Полностью Под контроль Уже Происходящее В Минобороне Когда Началась Ротация Именно ФСБ В тот Момент Защитило Открышевало Валерия Герасимова По сути дела Отстояло Возможно Потому Что Он Уж Извините За эту Тавтологию Как Герасим На все Согласен Возможно Потому Что Целый ряд Генералов ФСБ Совместно С Герасимом Углопатой Гребли Деньги Из бюджета Являются Где-то там Местами Соседями По коттеджным Поселкам По проведению Досуга И так далее Но вот сейчас Ситуация Резко Поменялась И Сегодня Те Кто еще Вчера Были Лучшими Друзьями Герасимова И Обещали Ему Защиту И решение Его вопросов И не давали Ход тем Материалам Которые Есть На Герасиму Сейчас Как они Себя Поведут Когда Их Сослуживцев Офицеров ФСБ Взяли В плен Из-за Провала Именно Валерия Герасима Вот Давайте Сейчас Посмотрим На Первые Итоги Нашего Опроса В телеграм В телеграм Канале Уже Почти 2000 Человек Проголосовало 73% Считает Что это Черный Лебедь Для Герасимова Здесь В чате 76% Считает Что это Черный Лебедь Для Герасимова И Сейчас Я С вашего Позволения Еще Загляну В раздел Сообщества На нашем Канале Там 78% Считает Что Да Герасимов Приплыл Вот Такая Вот История Пока По крайней Мере На Этот Момент Давайте Дальше Тогда Сейчас Посмотрим Потому Что Новостная Лента Обновляется Очень Быстро События Развиваются Конечно Ж И Да Я Не поприветствовал Наших Уважаемых Модераторов Сегодня У нас Модерируют И Владислав И Серджио Поэтому Огромное Спасибо Нашим Волонтерам Нашим Коллегам Которые Тратят Свое Время На Помощь В модерации Чата И делают Общение В чате Для вас Уважаемые Подписчики И зрители Более Комфортным И более Конструктивным Защищая Вас От различных Атак Ботов И троллей Которые Периодически Приходят Когда Идут Такие Знаковые Стримы Итак Давайте Сейчас Тогда Немножечко Зачитаю Следующие Фактуры Со ссылкой Давайте Они очень Хорошо Написали Собрали Все Воедино Зачитываю Пост Телеграм-канала Важная История ВСУ Берут Под контроль Курскую Область Коротко О третьем Дне Боев Ход Боев Власти Украины Пока Неофициально Признают Что заняли 100 квадратных Километров Курской Области По подсчетам Важных Историй Зона Боев Растянулась На 800 Квадратных Километров Под огневым Контролем ВСУ До 450 Квадратных Километров Украинцы Зашли Примерно На 30 Километров Вглубь России Заняли Либо Берут Штурмом 22 Населенных Пунктов Включая Два Райцентра Коренева И Суджу Да Чтобы вы понимали От места Уже Входа На территорию России Считанные Десятки Километров Курчатов И АЭС И Несколько Учреждений УФСИН По Курской Области Тоже Там В доступности И Как я понимаю В одном Из этих Учреждений Находятся Украинские Военнопленные И как дальше Будут сейчас Развиваться События Потому что Одна из колоний Очень близко К Линии Соприкосновения И к линии Боевых действий Как будет вести себя Контингент Этой Колонии Как будет вести Личный состав Потому что Мы видели Как себя вели Погранцы И Мобилизованные И ФСБшники Когда они Выходили С белыми флагами И Ложились на живот И потом Грузились В Военный Грузовик Для того Чтобы быть Доставленными Дальше В суд же Расстреливают Гражданские машины Днем контроль Над городом Был почти утерян Но сейчас В бой Там вступил Спецназ И бывшие Вагнеровцы Также В город Идет Колонна Резервов Украинцы Могут идти В трех Направлениях На Курск Если возьмут Суджу На Курскую АЭС Если возьмут Кромские Быки И Льгов Известная Пыточная Льговская Колония Номер 3 Интересно Кстати говоря Если кто-то Смотрит Из Курска Я чуть позже Вас попрошу Написать Откуда вы Смотрите И вот Если кто-то Есть в Курской Области Из каких районов Это тоже Очень интересно Ну а в конце Традиционно Спрошу Откуда вы Сейчас меня смотрите И где раздается Эта трансляция Так что да Курская Вот эта Льговская Колония Известна Жестокими Порядками Жестокими Нравами Пытками На протяжении Более 10-15 лет Большое количество Публикаций Про Пыточную Льговскую Колонию Неоднократно Там вспыхивали Бунты И вот тоже По этой части Как сейчас Будут развиваться События Будет ли туда В СИН России Перебрасывать Спой спецназ Для усиления Или наоборот Возможно Личный состав В течение Какого-то времени Может быть Покинет Колонию Это интересно Посмотреть Как будут развиваться События Итак Украинцы Могут Идти В трех Направлениях На Курск Если возьмут Суджу На Курск ВАЭС Если возьмут Кромские Быки Ильгов И на Рыльск Если прорвутся В Корень За все эти Населенные Видите Прорываются У меня здесь Тоже Шиншиллы Куда-то Хотят прорваться Вчера Их еле-еле Собрал Обратно В дом Чтобы они Вернулись К трансляции Итак За все эти Населенные Пункты Идут Ожесточенные Бои Россия Только Вводит В бой Резервы И по сообщениям Зетблогеров Отражает Атаки А также Зачищает Трассы Армия Россия Ударила По своему Же Селу Дарьино Либо Авиабомбой Либо Из РСЗО Людей Оттуда Власти Не вывозили Остались Ли там Мирные Неизвестно Силы Сторон Россия Авиация Погранотряды ФСБ Срочники Мотострелки Из обеспечения Космических войск Еще и космонавтов Привлекли Во всю эту историю Вагнеровцы В составе Спецназа Ахмат Элитная 45-я Бригада ВДВ Ну Я Года два Назад Публиковал Запись С заместителем Константина Мерзоянца Командира Одного из Подразделений Спецназа ГРУ Который Залегендирован Под Челука Редут В той Аудиозаписи Было слышно Как они Редутовцев Пытаются Как раз Завербовать И Из наемников Обратно Их превратить В кадровых Военных В той самой 45-й Бригады ВДВ В Кубинке И некоторые Части Ленинградского Военного Округа С прибытием Резервов Силы составит Несколько Тысяч Человек Украина Две Пехотные И одна Десантная Бригады Вооружены Западными Танками БМП БТР И советской Техникой Также Сегодня Впервые Замечены Вертолеты ВСУ Всего Около Тысячи Человек Там Некоторые Русскоговорящие СМИ Сообщают О том Что еще Украина Задействовала Какие-то Подразделения Психологических Спецопераций Сил Специальных Аберраций Потери ВСРФ Замминистра Обороны Апти Алаудинов Алаудинов Уже замминистра Обороны Стал Апти Алаудинов Признает Что потери ВСРФ Есть Но их число Не называется Это важная история Написали Сейчас буду Перепроверять Кстати говоря Потери Вооруженных сил России Есть Но их число Не называется Подтверждений Подбитой техники Один академик Другой Герой России Подтверждений Подбитой техники На сегодня нет В плен сдались От 59 Зафиксировано На видео До нескольких сотен Данные Украины Человек ВСУ Минобороны Заявляет О гибели 400 бойцов ВСУ И 32 Единиц Техники Кстати говоря Наш источник Сообщил Что когда Герасимов Озвучил Эти бравурные Цифры В несколько Сот Убитых Бойцов Наш источник Сказал Что цифры Недостоверные Были завышены И Герасимов Герасимов Уже появились Вопросы От администрации Путина И от Самого Путина Чем Он Может Подтвердить Эти цифры Потому что Каких-то Объективных Данных Средств Аэроразведки Видеоконтроля И так далее Просто нет На видео Зафиксированы Потери Более Десяти Машин ВСУ Прокремлевский Канал Шот Пишет Что ВСУ Потеряли 60 человек Убитыми В плен Сдались 15 Ну то есть В общем У Минобороны И у Герасимова Даже с Прокремлевским Телеграм-каналом Разница Не знаю Во сколько Более чем В 6 раз Гибель И ранение Мирных За 3 дня Боев Ранены 66 мирных Жителей Курской области 9 из них Дети Погибли Четверо Включая Беременную Женщину И работников Скорой помощи 38 человек В больницах Курской области Некоторых Тяжелых Перевезли В Москву Здесь Сразу скажу В любом случае При том что Конечно же Мы Поддерживаем Украину В этой Подлой войне Потому что Путин развязал Очевидно Подлую войну Здесь Сразу Я считаю Что Никаким образом Никакие Военные Цели Не могут Оправдать Гибель Мирного Населения Но конечно же Здесь В данном Случа Через Запятую Чтобы Это Роспропаганда Не вырезала И не Использовала Мои слова Смотрите Как Осечкин Начал Обрушился С критикой На ВСУ Российские Вооруженные Силы Путинские Вооруженные Силы Убили Огромное Количество Мирного Населения В Украине Совершен Умышленно Совершены Огромное Количество Страшных Военных Преступлений Поэтому Конечно же Потери Среди Мирного Населения В России В Украине Они Несопоставимы Но Как Правозащитник Я Здесь Не могу Никаким Образом Оправдывать Гибель Мирного Населения В Курской Области Поэтому Если кто-то Меня Слышит Смотрит Из тех Кто Так или Иначе Имеет Отношение К нынешнему Противостоянию По обе стороны Убедительная Просьба Минимизировать Жертвы Среди Мирного Населения И сделать Все возможное Чтобы Женщины Дети Старики Не гибли Дальше Во второй Половине Стрима Конечно же Я повторю То что я всегда Говорил По поводу Нашей позиции Я считаю Что война Должна быть Прекращена Как можно Скорее Наши принципиальные Позиции Мы выступаем Против этой войны И мы Призываем Сейчас И в конце Стрима Традиционно Я призываю Всех россиян Кто сейчас С оружием В руках На территории Украины Вернуться домой И не участвовать В этой подлой Оккупационной войне Дальше Продолжаем Власти Курской области Утверждают Что Эвакуируют Жителей Сами жители Говорят Что уезжают Своими силами Часто без документов Но то что они Сами Местные жители Говорят Вы могли Или там Можете Посмотреть У нас в разделе Видео Опубликовано Там Мирные жители Говорят В общем О бедственном Положении И при том Что они Упоминают Что они Поддерживают Так называемое СВО То есть они Поддерживают Войну Когда война Приходит уже К ним на территорию Они себя чувствуют Уязвимыми Им тяжело И они Просят Путина Им помочь При этом Обрушиваются С критикой И на Герасимова И на Местные власти Итак Связи с родными На месте У них Нет Полиции Чиновники В первую очередь Эвакуировали Сами себя Из суджи Это вполне Понятная Их логика На видео Видны Очереди Это знаете Они самые первые Когда награды Получаются Они самые первые Когда нужно Стоять на каких-то Там линейках Митингах Шествиях Тут они себя Выпячивают А когда Встает вопрос Про защиту Своих собственных Населенных пунктов Деревень Сел и городов Ну Логика Вот этой вот Вертикали Административная Она понятна На видео Видны Очереди Из автомобилей На выездах Из сел и городов Реакция властей Путин Называет Потерю территорий Ситуации Специальная Военная ситуация Наверное Не комментирует Это по существу Обещает Жителям По 10 тысяч рублей Это конечно Очень серьезная сумма На эти деньги Можно Не знаю Сколько можно Прожить Дней Снимать Какой-то номер В гостинице И так далее Да Ну в общем По 10 тысяч рублей Он им обещает 800 тысяч рублей За заключение контракта Если едешь на войну И по 10 тысяч рублей Если ты Вынужден Покинуть Место своего проживания Потому что там война И территории твоего дома Захвачены Твоего города Захвачены Иностранные армии Минобороны Отрицает Что ВСУ Продвигаются Зеленский И ВСУ Сохраняют Тотальный режим Тишины Президент Украины Лишь намекнул На операцию Заявив Что ВСУ Умеют удивлять Газ ВСУ Контролирует Единственный пункт Прокачки газа В Европу Из-за этого Цена на газ В Европе Превысила 450 долларов За 1 тысячу Кубометров Впервые с декабря Значительных Сокращений Экспорта Не замечено Не хочется Никаких Конспирологических Теорий Но Кто продает газ И кому повышение Цены на газ Выгодно Всегда Когда разбираются Какие-то там Ситуации В политике Там В ходе боевых действий Всегда упускаются Из виду Вот эта вот Финансовая составляющая Она здесь На поверхности То есть По сути дела От того Что сейчас происходит На территории Курской области Выигрывают те Кто Торгует газом Кто экспортирует газ В том числе Из России В какой-то Мере Можно считать Что и Газпром Является здесь Бенефициаром И выгодоприобретателем Этой Специальной Военной операции На территории Курской области Дальше Вот так вот Обстоят дела Сейчас Проверю Что Нам на горячую линию Пишут Да Я знаю Что сейчас И Из Минобороны И из Генштаба И из ФСБ Тоже Разные Кто-то В общем Смотрит нас По рабочим Заданиям И мониторит Кто-то Смотрит Свободное От работы Время Если кому-то Интересно Рассказать Поделиться С нашей Уважаемой Аудиторией Тем Что там У вас происходит И Рассказать Сейчас я Напишу В чате Гула Гуна Сдумят На конце Собачка Gmail Точка Ком Поэтому Если Кто-то Нас смотрит Из Курской Области Из Тех Районов Где Развиваются События Или Кто-то Кто Сейчас Там Покинул И кто Был Свидетелем Этих Самых Событий Или Кто-то Кто Имеет Отношение К Генералу Герасиму И К Происходящему С ним Там Можете Писать Делитесь Этой Информацией Мы ее Прочитаем Понимательно Ознакомимся И Возможно В одном Из Следующих Стримов Там Завтра Или Послезавтра Обсудим По горячим Следам Так что В общем Делитесь Информацией И Помогайте Нам Знать Узнавать Больше Нового Изнутри В чате Курск В напряжении Люди На Грани Паники Над Моим Домом В Курске Летают Вертолеты Самолеты Воют Сирены Что-то Грохочет По дороге Перед Окнами Ездят Машины В Украину И Обратно Пишет Алла Из Нашего Чата Алла Спасибо Большое Если Кто-то Еще Есть Из Курской Области Отзовитесь Пишите Пожалуйста В чате Я В порядке Приоритета Буду Видеть Ваши Сообщения И буду Их Зачитывать Да Алла Конечно Будем надеяться Что Лично У вас И у тех Кто с вами Вместе Живет Все будет Максимально Безопасно Будем надеяться Что Именно вас И мирных Граждан Эта ситуация Не затронет Вот так Дальний Восток С нами Да Кстати говоря Пока Мы Ждем Сообщения Из Курской Области От наших Подписчиков И зрителей Пожалуйста Напишите Откуда Вы смотрите Почти Пять тысяч Человек Сейчас Смотрят Стрим В прямом Эфире И всего Лишь 912 Лайков Пожалуйста Поддержите Лайком Потому что Так работают Алгоритмы Ютуб И ваши Ютуба И ваши Лайки Помогают В продвижении Также По возможности Отправляйте Ссылку На этот Стрим Прямо сейчас Жителям Курской Области И Всем военнослужащим В российской Армии И всем ФСБшникам Пусть они тоже Приходят У нас пусть собираются В чате Люди Из разных стран Из разных служб Нам интересно И В общем Это важно Это важно Чтобы мы здесь Все собирались В чате У нас точно Войны быть не может Наоборот У нас чат Про мир И про то Как этот ужас Без конца Остановить Итак Начинаю Зачитывать Ваши Откуда вы Смотрите Страны И В порядке Приоритета Конечно Буду обращать Внимание На сообщения Из Курской Области Итак Поехали Техас Приморский край Так Промоталось Так Закончил я на Сиэтле Сейчас Одну секундочку Вернусь Извините Потому что Очень много Сообщений Сразу У меня Да Вот Сиэтл Молдова С вами Карелия Нижний Новгород Владимир Поддержка Али Переживаю За знакомых В Курске Пишет Алевтина Киев Москва Ставьте лайки Не ленитесь Калининград Запад России Цури Гаага С Канадой Лайк залетел Спасибо за вашу работу Турция Алания Архангельск Питер Остров Сахалин Мельбурн Австралия Санкт-Петербург ФРГ Грузия Привет Из Крыма С украинскими Флагами С тремя Дивлюсь С Киева Видное Подмосковье Россия Самолеты России Самолетов Летят Ракеты В сторону Украины Видео Ребят Курска Черкасская Область Сыктывкар Кострома Чукотка Смотрит Баку Спасибо за стрим С Аленой Курбановой Вам спасибо За просмотр И Алене За приглашение Казахстан Даллас Москва Урал Курск Добрый Малый Пишет из Курска Напишите Тогда По возможности Что там У вас происходит И Да Я видел Выше Ваш комментарий По поводу Того Чтобы я Прокомментировал То что было Совершено В отношении Мирного Населения Я еще раз Сказал Что конечно же Убийство Мирных граждан Недопустимо Ни в коем случае Этого допускать Нельзя И Я как могу Призываю Военных По обе стороны Линии фронта Сделать все Возможное Чтобы мирные Люди Перестали Гибнуть Латвия Киев Рональп Белград Филадельфия Винница Дойчланд Курск Воронеж Не переживайте Вас скоро освободят Пишет Брат 2 Лас-Вегас Королевство Саудовская Аравия Ир-Рият Москва Чехия Серпухов Питер Франция Франц Евро Бостон USA Хабаровск Болгария Так у меня опять пролистнулось Буквально одну минуточку Да Рязань Детройт Харьков Калгари Львов Финляндия Грузия Баден Вюртемберг Германия Финляндия Казахстан Уральск Бремен Рязань Представляете Какое количество Сколько нас И в разных Странах На разных континентах И всех волнует Вот это происходящее Большое количество Людей Ждет Не дождется Когда же Закончится Эта ужасная война Финляндия Грузия Казахстан Бремен Рязань Италия США Флорида Москва С вами На связи У меня Теща Глушкова Живет В Курской области Ее Не эвакуируйте Это жестоко Конечно Это же Ну да Даже здесь Ташкент Орденбург Германия Точно надо беречь Обязательно Вот что Сумы Брауншвайт Германия Подмосковья Да Кто нас смотрит Из России Пожалуйста Бедительная просьба Напишите Как у вас там Работает YouTube Как раздается Там трансляция И Сентуки Рязань Бункер Путина Даже из бункера Кто-то пишет Курск Это Украина Пишут уже в чате Да Кто-то уже Да Сегодня мем Начала распространяться По поводу Курской народной республики Ну в общем Понятно Что Вот этот ящик Пандоры Который Путин Открыл В 2013 В 2014 Году Все это Конечно же Приводит к тому Вот к этим событиям Привет с Лос-Анджелеса И Лос-Анджелеса Привет Гродно, Беларусь Так Если я вдруг Кого-то пропускаю Не зачитываю Это потому что У меня вот так вот Чат очень быстро Пролетает Перед глазами Я иногда возвращаюсь Это не потому что Я умышлен Там какой-то комментарий Интересный Не хочу прочитать Это Просто по объективным причинам Огайо Москва Питер Киев Долгопрудные Балашиха Махачкала Казахстан Так 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 Москва Кремль Паника Там действительно Конечно же Дезориентированы И не ожидали Герасимов Путин Лукашенко Где ОДКБ Это вопрос Да Брянск У нас Тихо Остров Сахалин Без ВПН Ютуб Только начальную Страницу Показывает Северный Рейн Фестфалии Москва В курсе В Курске Все Насколько это возможно Все нормально Пишет Добрый Малый Летает Авиация Над домами Участились Сирены Ну а в области Вы сами Все Знаете Ну Мы конечно Не все знаем Добрый Малый Пожалуйста Тоже Если Что-то Что я еще Не зачитал Не огласил Пожалуйста Напишите Потому что Интересно Это у вас информация Вы там находитесь В общем я так понимаю Что вы подтверждаете Информацию От Аллы Что там сейчас Работает авиация И периодически Работают сирены То есть по сути дела И в Курской области И в самом Курске Уже что-то происходит Так 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 Мордовия Франция Испания Памплона Сумы Тихо И синтуки Только с VPN Смотрю Без VPN YouTube не работает Самара Россия Есть бесплатный VPN Я использую Да Кстати говоря Если нас кто-то Из специалистов Айтишников По VPN Смотрит И хочет На В нашем YouTube канале Выступить И рассказать Людям В России Как пользоваться VPN Прям так подробно И разбирается В этом очень хорошо Я приглашаю Напишите мне На Гулагунец Я вас приглашу И мы на двоих Запишем Интервью Где вы Дадите Какие-то Полезные Советы Какими Сервисами Какими Программами Можно Пользоваться С тем Чтобы Сохранить Максимальную Возможность Выход В свободный Интернет Днепр Одесса Шарлотта Северная Каролина Кстати говоря Из Южной Каролины Мы Утром Фотографии Публиковали Нам Наши Подписчики Присылали YouTube Работает Очень плохо Только По мобильному Интернету Московская Область Россия Сочи YouTube Работает Отвратительно Кое-как Подключилась Через VPN Только На планшете Да В общем Мои слова Поддержки Всем Кто В России Испытывает Проблемы С VPN С YouTube Держитесь И спасибо Что вы Находите Какие-то Способы Приходить Сюда И смотреть Я понимаю Что это На самом деле Очень тяжело И Да По возможностям Максимально Насколько сможете Оставайтесь На связи Со свободным Миром И получаете Альтернативную Информацию Которая Конечно же Противоречит Во многом Российской Пропаганде Горячий Ключ Молдова Поддерживает Украину Ирландия Сибирь Железногорск Да Это очень Интересный Город У вас Стратегического Назначения Наслышан Но об этом Не будем А то Лишнее Слово Скажете И сразу Какой-нибудь Госизменный Шпионаж Нам Впаяет Привет Из Пятигорска Днем Тормозил Сейчас Нормально Тель-Авив Якутия Владимир Спасибо За ваши Комментарии По поводу Упущенной Возможности Выпущенными Недавно Политзаключенными Пивоваровым Яшином И так далее По поводу Зверств Которые Творятся Над Украинскими Пленами Но А как По-другому Знаете Я же Я же Правозащитник Я не делю Людей По национальности По паспорту И Мы Уже Больше 13 лет 14 год Уже пошел Работе Команды ГУЛАГу Нет Мы выступаем Против пыток И когда Начали Украинцев Привозить В эти Пыточные ГУЛАГы 21 века Мы конечно Это тоже Принципиально Разоблачаем Так же Как и раньше Разоблачали Преступления Которые В ГУЛАГе 21 века Совершались В отношении Россиян И в отношении Граждан Других государств Это наша Прямая обязанность Наша работа Наша миссия И Конечно Из Всех Разных Там Групп Заключенных Хузников ГУЛАГа 21 века Именно Украинцы Подвергаются Наиболее часто Подвергаются Страшным пыткам И Наша Просто Прямая Обязанность Моей Команды Меня Лично Мы сделаем Все возможное Чтобы разоблачить В полном Объеме Эти страшные Преступления И Поверьте Сроков Давности За эти Преступления Не существует И Тех Кто Пытал Пленных Их будут Разыскивать Для самой Старости И Судить Сколько бы им Лет не было Так что Мы в этом направлении Работали Работаем И будем работать И да Я знаю Что нас И сотрудники ВСИН Смотрят И вот я уже вижу Нам Мне На ГУЛАГУ На На конце В конце Gmail.com Поступило Сообщение От сотрудника Из УФСИН По Курской области Сейчас я Прочитаю Да Да Поднят По тревоге Отдел Специального Назначения УФСИН По Курской области Идет усиление Пишут Что из разных Регионов Сейчас туда Будут приезжать Завтра Послезавтра Прекомандированные Сотрудники Будут усиливать Учреждение УФСИН По Курской области Потому что Буквально Два часа назад Срочное совещание Проходило И Да Судя по всему Они Тоже Опасаются Точнее Не они тоже А они Опасаются Что Утратят контроль Над одним Или двумя Учреждениями УФСИН По Курской области Ну а дальше Конечно Да Ситуация может Стихийно развиваться По этой части Продолжаю Одесса Рига Рига Стало плохо работать Ничего себе Владимир Может выступить ФСБшник Чтобы в ловушку Заманить Ну Если вы пройти То конечно Мы спишемся Сначала поймем Что человек советует В Майами Так Работает идеально Да Только непонятно где В какие страны Можно сейчас Эмигрировать Из России Отдельно Стрим Надо проводить По этой части Мне кажется Что Выбирайте Любую Демократичную Страну Цивилизованную Где соблюдают Права человека И Которая Соответствует Вашему характеру Вашей культуре Язык Возможно Вы в школе В колледже В университете Учили Стамбул Смотрит Представьте Больше Пяти тысяч Человек Собирается Сейчас И Всем Огромный Респект Всем Кто За ГУЛАГу Нет Кто здесь Приветствую Всех Да Кто Недавно Подключился К просмотру Потому что Количество Просмотров Постепенно Растет Я еще раз Повторю Если Нас Кто-то Смотрит Из Курской Области И В курсе Как развиваются Сейчас События В Курской Области Что там Происходит Что происходит Там У ФСБ У ФСИН У ФСИНа Уже Я смотрю Кто-то Из сотрудников Смотрит И пишет Пишите Нам На ГУЛАГУ Нет Замят На конце Собачка Gmail Точка Ком Сообщение Я буду Здесь Зачитывать Потому что Интересно Что там Происходит Внутри Системы Как Те или иные Службы Реагируют На Происходящее И Конечно Ж Если у Кого-то Есть Инсайт Интересная Информация По Ситуации С Валерием Герасимом И что там Происходит Сейчас В Генштабе Тоже Пишите Мы не Занимаемся Шпионажем Нам Не нужны Никакие Разведданные Но По-человечески Хочется Понять Как Такое Возможно Если Военная Разведка На протяжении Двух Недель Герасимова Докладывала О том Что Готовится Прорыв В Курской Области Почему Герасимов Это Допустил И Может быть Это Какой-то Повод Для того Чтобы Сейчас В мясорубку Бросить Как раз Остатки Вагнеровцев Может быть Это В результате Такая Хитрая Задумка И спецоперация Как избавиться От сотен Абсолютно Нелояльных Наемников И боевиков Которые Могут Сделать Рецидив И повторить Вооруженный Мятеж Может быть Еще Какая-то Здесь Комбинация Существует Которая Пока На первый Взгляд Не видна Так Рыльский район Что у вас Пишут в телеграме Что там Тоже Бои И пожары Гульнара Пишет Жаль Что В СУ На Рублевку Нельзя Телепортировать Чтобы Простые Люди Не страдали И Прямо Сразу К Шкубохранилищу Это Как раз История По поводу Того Как люди Относятся К Путинской Элите Когда У людей Нет уже Надежды На то Что Каким-то Образом Люди Сами Справятся И уже Надежды На то Что ВСУ Им Поможет Справиться С этим Олигархатом С этой Мафией Да У меня В Севастополе Вообще Перестал Работать Без ВПН Так Так Один из Удачи ВСУ Дойти до Москвы И навестить Путина Мне кажется Что если ВСУ Будет Приближаться К Москве Путин Улетит Куда-нибудь И сделает Столицу России Где-нибудь Ближе К Дальнему Востоку Израиль Поддерживает Украинский Маневр Сибирь Железногорск Ютуб Работает Хорошо Иногда Зависает На Секунды Привет Из Феникса Аризоны Готовит Лучшую Позицию По Переговорам Вот вам И Наступление Ну да По крайней мере Здесь Усматривается Логика Стратегически Тактически В этом Есть Смысл Потому что Тогда Как Путин Пытается Навязать Прекращение Боевых Действий Через Посредников Через Китай Через Америку Передает Свои Хотелки Чтобы Заморозить По Линии Фронта Но вот Пожалуйста Сейчас Линия Фронта Зашла Уже На Территорию Российской Федерации И Конечно В этой Истории Например Сейчас Хотел бы Путин Замораживать Под Под Этим Углом Как бы Сделку Идти на Какой-то Договор Конечно же Нет Его В России Не поддержат Ну а Как Тогда Ставить Вопрос Как Тогда Можно От Руководства Украины Ждать Каких-то Уступок В территориях Правда Вот Сейчас Как раз У Путина Есть Возможность На Все Происходящее Посмотреть Совсем По Другим Углом Да И на секундочку Чтобы было Понятно Это Только Сейчас Несколько Дней Назад Украина Получила Ф-16 Отмотаем Пренку На Год Назад Как Вы Помните То Самое Контрнаступление Которое Не Было Успешным Многие Тогда Критиковали И Валерия Залужного Не Обоснованно И Украинских Военных Но Так У них Никаких Ф-16 Не Было И С воздуха Никакого Прикрытия Здесь Еще Пока Не Знаю Принимают Участие В этой Истории В 16 Или Нет Но Тем Не Менее Мы Видим Как Получение Военной Помощи В СУ Привело К тому Что Они Смогли Реализовать Наступление По этому Направлению Это Как раз К Взаимосвязи Поставки Вооружения Наличие Боевой Авиации Современной Да Дальше Продолжаем Владимир Там В этих Тюрьмах Есть Украинские Пленные В СУ Могут Их Штурмовать Чтобы Освободить Своих Наталья Честно Скажу Данные Когда мы Обнаруживали Там Или там Наши Источники Сообщали О нахождении Там Украинских Военнопленных Мы Конечно Их Передавали Международные Инстанции Которые Занимаются Контролем За Ситуацией С правами Человека Которые Фиксируют Нарушения И тем Кто занимается Расследованием И конечно Мы Занимались Обменом Информации Передавали Это все В офис Генерального Прокурора И в Правоохранительные Органы Украины Поэтому У них Эта информация Есть Я пока Сейчас Какое-то Там Название Какого-то Учереждения Учереждения Указывать Не буду Хотя Со мной Один из Сотрудников ФСИН Тоже еще Несколько часов Назад Связывался И писал Что Вот в Одном Из Учереждений Украинский Там Военнопленный Может быть Сейчас Туда Будет Прорыв Если Сейчас Мы Это Все Огласим Прямо Сейчас Туда Отправится Спецназ ФСИН И Росгвардия И оттуда Их Эвакуируют Вывезут Поэтому В общем Пока В чате Я В стриме Не готов По крайней мере Сегодня Пока У меня Не будет Какого-то Апдейта На сегодняшний День Озвучивать Но да В одном Из Учереждений УФСИН России По Курской Области Содержатся Украинцы И конечно Ситуация Может Развиваться Совершенно Стихийным Образом